Друзья, большой привет вам! У нас сегодня медиатема. Медиа, потому что связана с ТВ, а по сути с маленьким ТВ. Вот в такой коробешечке малюсенькой приходит малюсенький телевизор. Последний раз подобное что-то я держал в китайском двухсимочном телефоне с телевизором, у которого была большая антенна. Мы могли смотреть ТВ, слушать радио. К сожалению, он работает только с аналоговым ТВ. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте. Заказал его через нас тоже наш постоянный клиент и зритель Сергей. Фирма MyTech и модель MT-010. 5 вольт вход под старый еще разъем. Зарядки 2,5 разъем под наушники. В комплекте у нас входит достаточно много. Первое, что бросается в глаза, это наушники. Но качество их остается желать лучшего. Будто бы ими уже пользовались, судя по этому пластику. Шнур, знаете, вот как будто дешевая резина, которая уже промерзла. Что-то вот такое вот. Но штекер соответствующий. Но что мы хотели? Нужно было положить ему что-то? Нужно. Далее идет на шею держатель, чтобы мы могли не потерять наш супер большой телевизор. Здесь есть отщелочка эта. Одели и пользуемся. Вверху у нас на телевизоре есть место, куда закрепить. По весу он, ну, сейчас проверим, сколько грамм. 50 весит. И сам кабель для зарядки. Также идет инструкция. Видно, что телевизоры уже, видимо, сняты с производства. Потому что все такое старенькое. То есть, как бы он новый. Но он залежался на складах. Где-то у кого-то еще как-то есть. Но в нем не только есть, конечно, телевизор. Но и есть радио. И можно использовать как часы. В нашей сельской местности я вообще не ожидал, что он что-то будет ловить. Почему? Ну, сами понимаете, в селах вышки находятся далеко. Но в городе я, конечно, его протестирую и постараюсь вам помочь. На руке у нас вот такой вот малыш. В граммах у нас 40 грамм. Вот почти угадал. Я сказал, по-моему, 50. Но не тут-то было. 40. В нем встроенный литий-ионовый аккумулятор. По тестам он взял 425 миллиампер. То есть на 500 миллиампер, видимо, поставили аккумулятор. И что еще примечательно, что заряжался он чуть больше 2 часов. То есть 235 или 245. Сейчас на экране вы видите запись с USB тестера. Я поставил более точно. Давайте начнем с экрана. Здесь у нас экран, наклеена пленка. Сверху пластик. Весь полностью из пластика. Есть в нескольких цветах. Но доступен был для покупки только черный. Есть еще, как заявляется, голубой, розовый, золотой, белый и красный. Но черный практичный. Заказал и наш клиент тоже черный. Есть 4 для разбора у нас шурупа. Спрятана антенна. Вот она. Компактно слаживается. Причем она вращается, чтобы вы понимали, что у нее есть даже есть фиксация. Вот раз, раз она фиксируется. И пока мы ее оставим, здесь у нас находится включение, power, input. Это менять режимы на TV, на FM и просто на время, которое будет высвечиваться на дисплее. Кнопка питания, она же выключает. И здесь у нас индикатор заряда или работы самого TV. Я вам дальше продемонстрирую. На левом торце у нас находится гнездо для зарядки. Гнездо для наушников. Не для 3,5. Делаю еще раз акцент. А под 2,5. На передней панели мы видим под дисплеем находятся кнопки для переключения канала вперед-назад. И кнопки громкости. Больше никакого меню, настроек, что-то другое. Здесь просто невозможно выполнить. Все настолько просто, что до не могу. Кстати, есть еще крепеж и в нижней части. Может быть, кто-то хочет носить не вот здесь крепить, а здесь. Итак, вам интересно, как он работает? Мне тоже было интересно. Включаем его, просто прикасаемся. Он засвечивается. Первый режим это всегда показывает время. Для того, чтобы настроить время, которое будет, ну, конечно же, неправильно, когда вы извлечете его из коробки, вам необходимо в режиме показания времени нажать на кнопочку Input. Нажимаем и держим. Должна загореться цифра, после чего вы можете кнопкой Volume выставить время. Время у нас сейчас 20 часов 12 минут. Выставляем 20 часов 12 минут. Чтобы переключиться на минуты, необходимо нажать кнопку Channel и выставить 12 минут. Время подтвердилось. Теперь мы, включая-выключая, будем иметь время. Не знаю, как оно будет по надежности показывать точно или нет, но в любом случае всегда подкорректировать, да и можно. Вот сколько я его гоняю после заряда? Ну, минут 12 уже гоняю его до съемки. Гонял приблизительно так. И сейчас вот вместе с вами посмотрим, насколько хватает заряда. Итак, теперь переключаемся в режим TV. Первое, что здесь есть, это режим TV. Вот видите, потух дисплей. Опять касаемся к любой кнопке и он загорается. То есть в режиме ожидания он просто-напросто тухнет дисплей. Ну и как вы видите, дисплей цветной. Цвета очень сочные, яркие. Переключаемся на TV. Вам необходимо просто прикоснуться к кнопке Input. И идет сканирование всегда. Нажимая сюда, идет сканирование канала. Вот поиск, SIG, TV. Вот сразу же в нашей сельской местности что-то да и ловит. Как ни крути антенну, ничего не играет роли. Но, как вы видите, картинка показывается. И менять можно. Это у нас местный канал 1 плюс 1, аналоговая TV. Звука не слышно. Был, нашел место, где он ловит. Немножко так сквозь шипение я расслышал звук. Но в сельской местности, ребята, я не ожидал вообще, что он споймает. Как и обещал, постараюсь показать вам, как он работает в областном центре. Есть еще один канал. Перший, Украина. И еще ловил М1 канал. Да, вот так вот. Звука не будет. Но картинка, как вы видите, есть. Смотреть телевизор можно разборчиво. По квадрату вот этому вот на дисплее. Диагональ его, по-моему, я не знаю. Ну, где-то 1 дюйм, может быть. Может быть, меньше. Чтобы переключиться в режим FM-радио. FM. Да. Я нажимаю еще раз кнопку input. И у меня начинает ловить немцев. Сегодня вот почему-то во время жары ловило немцев на FM-станции. Ничего не споймало. А ловило. Ловило, пробовал. На улице выходил, ловит две радиостанции. А когда я подношу к антенне его, прям к штекеру, то тогда что-то да и ловит. Ну, вот, ребята, и узнали вы, что уходят в небытие такие вот девайсы. Они как бы, знаете, запоздали. Когда-то бы, вот так лет 10 назад, это было бы что-то из области фантастики. А сегодня это, ребята, уже просто, как вот, знаете, поставить на полочку. Во многих странах уже отказались. Ну и в нашей стране, по-моему, в Украине будет отменено 1 сентября, если не ошибаюсь. Или в сентябре аналоговая будет полностью отключено. Все переходит на цифровое. Я, кстати, делал недавно обзор на цифровой ТВ-тюнер, который мы купили себе. И нам он нравится, поэтому посмотрите обзор вот здесь, в подсказках он имеется. Рад был вам помочь. Если вдруг у меня получится снять, как он работает в области, то я сейчас это покажу. Ну вот мы на территории Херсона. А он как шипит, так и шипит. Каналы вроде цветным показывает. Вроде ловит больше каналов. Но особо ничего не меняется. Шипение преследует. Четкости картинки нет. Может быть, в самом городе будет и лучше. Но я думаю, что особо разницы не будет. Новый канал показывает цветной льважности. А звук шипит. Я вам желаю всего самого лучшего. До новых видео. Заходите почаще. Кстати, проверьте, включено ли уведомление на наши видеоролики у вас на канале. Это легко сделать. Заходите в раздел канала, где подписка. Рядом находится колокольчик. Если колокольчик зачеркнут, значит проблема будет решена, если вы включите колокольчик. И тогда три раза в неделю, когда выходят наши видеоролики, вы будете всегда в курсе. График бывает меняется из-за загруженности личной. Сейчас такая пора урожаев, заготовки, груши сушим, сушим абрикосы. Сейчас копать картошку надо. Много чего в селе. Жизнь в селе не скучна, в отличие от города, где не знаешь, чем заняться. И поэтому не всегда хватает время на ролики. В общем, немножко так о бытовых сути проблемах. Но это все решаемо. Спасибо, что вы с нами. С вами был Сергей. Вы на семейном канале Сергея Валя Грачевы. Привет от Валюшки. Пока.